Привет-привет! Моя любимая тема по жизни, тема, которую я люблю и обожаю просто с ума сойти, как сильно. Это панические атаки, вегетососудистая дистония и прочий бред, который врезается просто в жизни миллионов людей и забирает самое дорогое, что есть у нас в наше время. Короче, я ненавижу эту вещь, и вот это вот оно мешает жить, но, к сожалению, не всегда получается с этим бороться. Это очень личная. Эта тема, это действительно очень интимная тема, она даже более, наверное, для меня интимна, чем, например, тема секса или тема отношений, каких-то моральных качеств. Это для меня еще более личная, потому что ты не сразу приходишь к тому, чтобы осознать, что это с тобой происходит и что это такое. И ты стыдишься этого, и ты боишься этого, и пугаешься, и до тех пор, пока ты боишься этого состояния, оно тебя будет преследовать. Ну, что такое паническая атака? С моей колокольни, как я это знаю, как я это вижу, я сейчас вам быстренько изложу. Происходит это все неконтролируемое состояние, в принципе. То есть они не имеют никаких предпосылок, они не происходят из-за чего-то, и вследствие чего-то. Они происходят тогда, когда они хотят. На самом деле контролируются они вроде как нашим подсознанием, но мы же на то оно и подсознание, что мы сами его не можем контролировать полностью. Итак, предположим, человек, впервые с ним случилась паническая атака. Он не понимает, что это с ним происходит сначала. Он думает, что у него какое-то серьезное заболевание, у него, не знаю, он сошел с ума. Каждый по-разному это ощущает, и каждый по-разному через это проходит. Ну, к примеру, человек почувствовал головокружение, тошноту, допустим, в глазах потемнело, уши заложило, в туалет очень сильно хочется, у него онемели руки или ноги. В общем, такая симптоматика жуткая, естественно, человеку приходит в голову, что у него какая-то или неврология, или у него там какое-то прединсультное состояние, да, или у него, не дай бог, там вообще рак какой-нибудь. То есть вообще такие жуткие приходят мысли на ум. А еще больше этих мыслей приходит тогда, когда, в принципе, практически каждый молодой человек в современном мире сразу заходит в гугл, да, если он не очень умный человек, он обязательно это сделает. Он заходит в гугл, пишет свои симптомы, да, там тошнота, головокружение, онемение того-то, того-то, та-та-та-та-та-та-та, он все это пишет. И, значит, ему выдает гугл всю информацию, все заболевания, которые содержат эту симптоматику. Вы просто не представляете, какая гора заболеваний проявляется практически такими же симптомами. Но дело в том, что человек, который обладает таким психо-осоматическим расстройством, как, ну, будем говорить, вегетососудистая дистония, допустим, или нейроциркуляторная дистония, человек, который страдает вот этим вот расстройством, он примет на себя самое страшное заболевание, которое там написано. Он ни за что не подумает, ой, нет, у меня слишком серьезные симптомы, и мне слишком плохо для того, чтобы у меня была там паническая атака. Нет, это именно вот это страшное заболевание, оно у меня есть точно. И плюс, когда он начнет читать про это заболевание, он узнает еще энное количество симптомов, которые он также начнет чувствовать. Вы представляете, большинство этих симптомов он начнет чувствовать не потому, что они у него есть, а потому, что это ипохондрия, это состояние, когда человек убеждает себя в том, что у него что-то есть, и организм как бы псевдо-симптомы какие-то выдает. Это вот такая вот сложная схема. Дальше, что происходит с человеком после того, как он себе поставил страшный диагноз? Он начинает судорожно записываться к врачам, он начинает изучать какую-то опять литературу, сайты, форумы, все, вот это вот за него начинается паника, там, сдать кровь, мочу, кал, все, он это делает в панике при этом, да. А потом выясняется, что, ну, дай бог, чтобы у всех так было, что человек полностью здоров, что это у него, значит, все в голове, да. В худшем случае человек делает МРТ всего организма, то есть для того, что, потому что он не верит врачам, не верит врачам, которые говорят, что вы здоровы, перестаньте, успокойтесь, выпейте там, засуньте себе под язык глицин и идите домой. Вот это вот человек просто мимо ушей у него это проходит, и он идет дальше, снова копается, копается, копается в интернете, ищет другого врача, идет к другому врачу, потом еще к другому врачу, и вот так вот бесконечно, да. Ну, потом это заканчивается волна, потом приходит, например, второй раз паническая атака, вот этот приступ человека, другие симптомы появляются, и все, он ставит себе новое заболевание, и опять, и опять, и опять пошло, пошло, пошло. Еще такой момент, если, например, с человеком произошла эта самая паническая атака в пункте А, да, то этим пунктом А, например, может быть общественный транспорт, в частности, например, метро, очень популярное место, где это происходит. Это может быть какой-то определенный магазин, это может быть какой-то театр, где угодно, где это произошло, человек, в голове у человека происходит такая штука, он это место, в котором это случилось, связывает вот-вот вместе со своей панической атакой, и когда он снова оказывается в этом самом месте, он снова начинает чувствовать себя плохо. И это не контролируется, то есть, когда мы общаемся с подобными людьми, или когда мы слушаем рассказы о подобных ситуациях, когда мы сами находимся в этой ситуации, мы не можем контролировать это, нам реально страшно. Все больше и больше мест человек связывает с паническими атаками, все больше и больше симптомов, все больше и больше депрессий, страхов, все это так портит качество жизни, все это настолько неприятно ощущать. В общем, рассказываю я о себе, я рассказываю не о том, что я узнала в сети или от знакомых, я рассказываю это на своем опыте. Да, снаружи, если вы смотрите мои видео регулярно, вы знаете, наверняка, что по мне, ты так вот и не скажешь, что она того, да? Ну, я тоже побывала у очень большого, огромного количества врачей, и я все время им сразу же, знаете, с порогой говорю, что если что, как бы у меня вот это, вот это, вот это, вот это, и я знаю точно, что это психоэмоциональное расстройство. И вот последний раз, когда я была на премию терапевта, мне нужно было по другой причине прийти, но я так попутно еще задала ей вопросы, а что вы думаете по поводу моего состояния, потому что в последнее время это очень у меня участилось, у меня появились новые признаки, у меня появились предоморочные состояния, уж как сильно я боюсь омороков, вы просто не представляете. На какое-то муновение у меня появляется прям такое вот ощущение, что я сейчас упаду оморок, но я, тфу-тфу, в свою жизнь еще ни разу не упала в оморок, но при этом мне все время кажется, что вот-вот и я упаду. И вот мне тогда доктор сказала, что надо к психиатру, никакие лекарства, никакие таблетки, ничто не поможет, нужен психиатр. Или же вы сами занимаетесь психоанализом, да, что очень мало кому подвластно самому заниматься психоанализом и лечить свою психику, все же нужно идти к психотерапевту. Грубо говоря, нужно обращаться в клинику неврозов, чтобы они поработали с психикой. И знаете, это, наверное, не так уж и страшно, когда человек осознанно идет туда, да, страшно это, когда тебя туда увезли, а ты не понял, почему, за что и зачем. Наверное, тогда это страшно, если ты оказываешься в подобной клинике, будем говорить, как бы в простонародье, да, это психушка. Я считаю, что нельзя запускать вот эти состояния, нельзя запускать свою психику, потому что психика, она нужна, как ничто другое в этом мире. За многое, уже долгое очень время я уже привыкла, я уже научилась иногда справляться с этим. И я, у меня есть некоторые какие-то советы тем людям, а их очень много. И наверняка, если вы смотрите видео сейчас на этом моменте, то вы смотрите, скорее всего, потому что вам знакомы эти состояния. Вот, я все-таки хотела бы посоветовать, наверное, кое-какие, что ли, хаки, да, для того, чтобы вы могли справиться с этим состоянием или помочь утопающему, да, помочь человеку, который рядом с вами, и ему стало плохо. Не нужно ни в коем случае смеяться над ним, говорить, что все хорошо, говорить, что ты придумал, что этого всего нет, на-на-на, это не поможет. И так почувствовали себя плохо, вам стало очень страшно, и очень-очень сильно хочется сбежать, очень сильно хочется сбежать с места, где вам, где вы есть. Где бы вы ни были, вам хочется убежать. Нужно, во-первых, вдохнуть. Прямо вот этим местом, да, диафрагма, вот, нужно вдохнуть глубоко, медленно. И это очень сложно, это все очень сложно, это действительно сложно понять, как ты в этот момент вообще можешь что-то вдохнуть, если тебе дыхалка всю зажала, и ты не можешь даже там сделать полноценный вдох, и у тебя сразу кажется, что у тебя в голову кислород не поступает, и ты теряешь сознание, и ты дышать не можешь, короче, страшное дело. Надо попытаться расслабиться, ведь именно в момент криза организм, вот, все наше тело, оно как бы концентрируется здесь, оно зажимается, и за счет этого все органы, они как бы начинают сходить с ума, за счет того, что выбрасывается в кровь адреналин, мы начинаем бояться, нам становится страшно, в крови уровень адреналина просто зашкаливает, и на фоне этого начинаются расстройства очень многих органов, да. Можно попробовать и попытаться расслабиться. Если вы, например, находитесь на улице, нужно попробовать раствориться в этом состоянии, то есть вы идете, да, допустим, тут вы начинаете чувствовать какое-то ухудшение состояния самочувствия, нужно попробовать просто пропустить это через себя, да, как я уже сказала, сделать несколько глубоких вдохов и просто как бы расслабить свое тело и дать вот этому состоянию там страха, тревоги, паники просто быть. Понимаете? Я знаю, что это нереально трудно, вы именно вот сейчас, когда вы это слушаете, вы понимаете, что в принципе это возможно. Но когда это происходит, это нереально трудно. Но это настолько помогает в будущем, это вы как бы вот расслабляясь в момент панической атаки, вы закладываете фундамент для того, чтобы в следующий раз они у вас случались все реже и реже, и потом вовсе сошли на нет. Во-вторых, нужно постараться себя отвлечь. Можете позвонить кому-то, можете включить какой-то ролик, ну, если у вас там телефон под руками есть, можете, я не знаю, пофоткаться. А лучше всего мне, например, вот что касается гаджетов, помогает взять камеру и просто поговорить с камерой, с телефоном и рассказать на камеру, что я чувствую. То есть я говорю на камеру, как я себя ощущаю, чего я боюсь, чего я хочу. Именно вот это вот все надо проделать на камеру. И тогда вы как бы вытащите из себя своим же собственным языком свои страхи, эмоции какие-то нехорошие. Вы все это как бы вот с языка спустите, и по идее это как бы вы немного от этого освобождаетесь. Также, если я нахожусь дома, да, ну, то есть я уже как бы, у меня случилось вот это вот состояние, я срочно прибегаю домой, допустим. Обычно еще в этот момент руки, ноги холодные, мокрые такие становятся, ну, все неуютно очень становится. А лицо при этом может быть, может гореть. Хорошо бы под горячую руку, под струю горячей воды засунуть, хорошо бы под струю с горячей водой опустить руки или ноги, умыться, можно сходить в душ, заварить себе чай, скушать ложечку меда, там, варенья, чего-нибудь, чего любите. В общем, вы должны сделать что-то, от чего вам станет тепло на душе, спокойно, радостно, и тогда вот это вот состояние сойдет на нет. Не нужно, вот у меня такая ошибка, я часто так делала, и, наверное, еще сделаю не раз, не нужно ложиться трупом и сосредотачиваться на своем состоянии. Ни в коем случае, тогда только сильнее оно будет. Тогда и мандраж начинается, и земля из-под ног уходит, и вообще куча-куча всего такого приходит отвратительного и неприятного, что нужно на этом состоянии просто не обращать на него внимания. А также, я думаю, что любому человеку, в принципе, нужно сходить к психотерапевту, не к психологу, а к психотерапевту, это разные люди. И прежде чем к нему идти, я рекомендую заполнить вам небольшую такую анкетку. В интернете можно найти эти анкеты, где вы заполняете свои чувства, эмоции, ощущения, симптомы, все это заполняете, каждую вашу паническую атаку. При этом фиксируете температуру, давление, погоду, такие вот вещи, для того, чтобы, когда вы придете к психотерапевту, ему была ясна картина. Может быть, там какая-то будет динамика, или, может быть, это будет, можно будет что-то с чем-то связать. Также существует неразрывная связь между шейным остеохондрозом и вообще проблемами с позвоночником и нарушениями вегетативной системы организма. А уже нарушениями вегетативной системы организма могут вызывать панические атаки, кризы и вообще вот это вот ощущение неполноценности, что ли, какой-то на физическом уровне. Это видео получилось настолько для меня личным и настолько мне было нужно это все сказать. Я уже очень давно выношу эту мысль и не знала, как и почему, и вообще зачем это говорить. Но мне это нужно было. И я очень рада, что я наконец-то это все выложила и изложила, потому что очень часто сталкиваюсь с такими проблемами других людей в своем окружении. Это, наверное, болезнь 21 века, что ли. Так что, да, я очень надеюсь, что эта информация была для вас полезной. И я очень надеюсь на то, что среди моих зрителей очень мало людей, которым знакомы эти состояния. И я желаю вам здоровья и на физическом, и на эмоциональном уровне. И чтобы с вашего лица никогда не сходила улыбка, и вы всегда во всем видели позитив. Все. Пока-пока. Все, закончили снимать. Да, и теперь уже и плакать не хочется. Нет, хочется.